Представляете, это вот все летело, это вот все, это пол содрогался, стены, это вот так вот все тряслось, это ужасно. Это был 15-минутный фильм ужасов, который длился вечность, вспоминает Ольга Ускорникова. В момент шторма она была в огороде. Женщина еле успела зайти в дом, иначе ее просто сдуло бы как пушинку. Ветер был такой силы, что с корнями вырывал столетние деревья. Потом, когда уже маленько так все закончилось, опять это выглядываю, тут деревья лежат, вот знаете. Ну вот так вот точно лежало, это все вот так вот деревьями было. Двери завалов, двери нигде не открываются, все завалено. Ой, страшно, страшно. И такая картина по всему затону. Люди собственными силами разгребают завалы и восстанавливают свои дома. Некоторым это обходится недешево. Так, чтобы починить крышу, Александру Ворошилову нужно около 70 тысяч только за материал. А отремонтировать необходимо, иначе после очередного ливня по дому можно будет только плавать. Ванны наставляли, все поток, все это на диван. Будем надеяться, что ливней таких сильных не будет. Что касается электричества, то его наладили спустя три дня после урагана. Энергетикам пришлось прокладывать новые опоры и линии электропередач. За несколько дней они заново смонтировали систему электроснабжения у половины затона. Благодаря этому свет появился почти у всех. У нас на контроле улица Заобская. Это 6 километров от микрорайона. Там 6 домов у нас. Там обрыв на линии. И обследовали энергетики эту линию. Там нет технической возможности. Там вода. На заливных лугах сейчас стоит вода. Как только паводок отступит, свет появится и в этих домах, заверил нас глава микрорайона. Напомним, режим ЧС продолжает действовать в центральном районе Барнаула. Спецтехника тоннами вывозит деревья, которые выкосил шторм. Завершить работу аварийные бригады планируют к концу недели. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.